ДИАЛОГ Дмитрий Алексеевич Сгурский, генеральный директор государственного объединения жилищно-коммунальное хозяйство Гомельской области. Родился в 1974 году в Гомеле. В 1996 окончил Гомельский политехнический институт имени Павла Сухого, где получил специальность инженера промтеплоэнергетика. В 2010 году получил дополнительное образование в Гомельском государственном университете имени Франциска Скарины по специальности государственное управление. Трудовую деятельность начал в 1996 году помощником мастера арендного производственного деревообрабатывающего объединения «Гомель-Древ». Проходил службу в Вооруженных силах Республики Беларусь. По ее завершении продолжил работу на предприятии «Гомель-Древ» на должностях мастера, начальника цеха, главного инженера. В 2006 году возглавил коллектив коммунального производственного унитарного предприятия «Гомель-Облтеплосеть». В 2011 году назначен на должность начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Гомельского областного исполнительного комитета. На вопросы, которые касаются сферы жилищно-коммунального хозяйства, прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомеле. Здравствуйте, Дмитрий Алексеевич. Добрый вечер. С 1 октября в стране начала работать система безналичных жилищных субсидий. Вопросы по их начислению сегодня предлагаю рассмотреть максимально подробно. На ваш взгляд, это эффективная система поддержки граждан? Эта система как раз таки и задумалась этой целью. Для того, чтобы обеспечить части жилищно-коммунальных услуг определенную поддержку тем гражданам, которые в настоящее время нуждаются в этой поддержке. И у них есть определенные трудности, затруднения в полной оплате жилищно-коммунальных услуг тех, которые потребляют граждане. Установлены специальные параметры, в соответствии с которыми человек имеет право на получение подобной субсидии. Но скажите, пожалуйста, вообще от каких факторов зависит размер начисленной субсидии? Размер начисленной субсидии зависит от очень многих факторов. В первую очередь, основные, так скажем, это совокупный доход семьи, это, соответственно, имеющееся в собственности у собственников какое-то имущество. Это, соответственно, от объема потребления услуг, потому что только в пределах нормативных потребления можно получить безналичную субсидию. Все, что сверх норм потребления, не подлежит включению в расчет и, соответственно, не будет учитываться при начислении безналичных субсидий. То есть размер субсидий может быть у разных граждан совершенно разным? Совершенно верно. У каждого человека, в зависимости от вот этих факторов, будет и, соответственно, своя начисленная безналичная субсидия. Какие услуги субсидируются? Ну, если кратко сказать, то это все основные жилищно-коммунальные услуги. Из этого перечня легче сказать, какие не входят. Это текущий ремонт, сюда не входят. И все дополнительные услуги, которые оказываются гражданам в виде, значит, ну, к примеру, это домофонные системы, это, может быть, видеонаблюдение, это какие-то другие услуги, которые не входят в перечень основных жилищно-коммунальных. Все основные услуги, вода, канализация, газ, электроэнергия, техническое обслуживание, плата за электроэнергию для освещения, мест общего пользования, уборка и другие услуги, они входят в расчет безналичных жилищных субсидий. Дмитрий Алексеевич, как эта система защищена от того, чтобы предоставить помощь тому, кому, в принципе, она не нужна? Ведь доход можно получать из разных статей. При начислении безналичных субсидий будут учитываться многие факторы. Кроме того, что будет учитываться совокупный доход всех членов семьи, проживающих совместно. В том числе будет учитываться имущество, будут учитываться все возможные начисления и поступления, в том числе и заграницы, гонорары и прочие выплаты, которые идут как раз-таки в доход. И в том числе, соответственно, будут ряд других ограничений, которые позволят исключить тех лиц, которые не нуждаются в данном случае в помощи государству. Кстати, вот вы рассказали о том, что какие доходы будут учитываться, а если у человека в собственности есть несколько квартир, одну из которых он сдает? Для таких граждан и не будут применяться меры поддержки в виде безналичных жилищных субсидий. Потому что для тех граждан, у которых есть в собственности квартиры, не одна, может быть, несколько, либо это дома, в том числе в сельской местности, либо это даже доли в квартирах, в домах, для таких граждан не будет предусматриваться начисление безналичных жилищных субсидий. А если наоборот, человек является нынимателем коммерческого жилья? Если, ну, смотря, надо разделить, что такое коммерческое жилье. Если речь идет о арендном жилье, которое сейчас предоставляется как один из способов обеспечения временного проживания граждан, то, что касается арендной платы, так скажем, за проживание, то эта сумма не будет учисываться в безналичных субсидий, а на коммунальные услуги гражданин имеет право также получать соответствующую безналичную субсидию. Если он будет подпадать под все те критерии, которые предъявляются для ее начисления. А это доля коммунальных платежей? Общий совокупный доход, это размер потребления в пределах, значит, нормативного потребления коммунальных услуг. Ну, чтобы это было понятно, то есть, ну, если в воду взять 4,2 куба, вот в пределах этого потребления в расчет возьмется. Если люди потребляют, допустим, на человека больше, то, соответственно, это все людям придется оплачивать по тем тарифам, которые сейчас существуют. Как известно, безналичные жилищные субсидии предоставляются на основе заявительного и выявительного принципов. Расскажите, пожалуйста, как они реализуются на практике, как это происходит? Действительно, в нормативном акте предусмотрено, соответственно, как выявительный принцип, так и заявительный. Выявительный принцип подразумевает автоматически выявление тех граждан, которые нуждаются в такой помощи. И для таких граждан не требуется предоставлять никаких данных. Им в автоматическом режиме будет, соответственно, производиться начисление безналичных жилищных субсидий. В эту категорию, в первую очередь, попадают пенсионеры, одинокопроживающие и инвалиды. То есть для этих граждан в службе соцзащиты есть все данные о суммах, начисленных им, соответственно, пенсионных, либо по инвалидности каких-то выплат. В систему автоматически заведено предоставление данных из налоговых органов, из госимущества для определения наличия в собственности каких-то дополнительного имущества, в том числе каких-то дополнительных доходов. Эти граждане автоматически, соответственно, будут определяться, им автоматически будет начисляться. Заявительный принцип предусматривает обращение гражданина в службы субсидирования. Службы субсидирования, созданные во всех районах, они, как правило, на сегодняшний день определены жилищно-коммунальные предприятия, но местный исполнительный орган вправе уполномочить организации по предоставлению жилищных субсидий. То есть это могут быть в том числе и товарищества собственников, либо какие-то другие организации, которые впоследствии могут начислять безналичные субсидии, и тогда таким гражданам нужно будет обращаться непосредственно в эти организации для получения безналичной жилищной субсидии. Заявительный принцип подразумевает, что человек должен прийти с заявлением, предоставит пакет документов, определенный законодательным актом. Это справки о доходах всех членов семьи, справки о паспортах и ряд других документов. Часть документов запросит сама служба субсидирования. Это как раз-таки о составе семьи, о имуществе находящемся у гражданина, собственника. Хотел бы обратить внимание, что по заявительному принципу может обратиться только собственник. То есть члены семьи не могут обратиться за субсидией. Только собственник имеет право обратиться с заявлением на получение субсидий. Если он считает, что его начисления жилищно-коммунальные и его доходы совокупные превышают сумму в городах и городских поселках, это 20%. В сельских населенных пунктах это 15%. Дмитрий Алексеевич, если пенсионер или инвалид проживает совместно с трудоспособным членом семьи, имеет право обращаться за субсидией? Конечно, он имеет право обращаться, но единственное, это уже будет не выявительный принцип, а заявительный принцип. Как узнать, куда именно нужно обращаться? Вы перечислили достаточно большой перечень организаций. Как узнать конкретному гражданину, конкретного дома, конкретного района, куда идти? На сегодняшний день, обратившись в жилищно-коммунальное предприятие, как я сказал в начале, на сегодняшний день определены во всех районах жилищно-коммунальные организации по начислению безналичных субсидий. И обратившись туда, соответственно, вы получите все разъяснения в своем районе. Если вдруг будут, соответственно, внесены изменения в решении местных исполнительных органов и уполномочена еще какая-то организация, то там обязательно подскажут, что вам необходимо тогда обратиться в такую организацию, она уполномоченная, в связи с тем, что вы там проживаете, и вы там можете получить соответствующий расчет безналичной жилищной субсидии. Спасибо за столь подробный ответ. О том, как в Гомеле работает специальный отдел по начислению жилищных субсидий, у нас подготовлен сюжет, внимание на экран. Службу субсидий в советском районе Гомеля официально открыли 24 октября этого года. По большому счету, ничего подобного в других районах больше нет. То есть специалисты, которые занимаются начислениями жилищных субсидий в коммунальных жилищных предприятиях, есть, однако иногда найти их совсем непросто. В советском все немного иначе. У службы отдельное помещение на территории расчетно-кассового центра. В администрации местного коммунального жилищно-ремонтного унитарного предприятия говорят, что вообще постарались учесть все нюансы, чтобы и доехать было удобно, и расположение исключительно на первом этаже. При желании реализовать задуманное оказалось несложно, причем с минимальными затратами. Учитывая, что в предприятиях ЖКХ сейчас идет оптимизация и освобождаются как рабочие места, так и часть материальных ценностей, мы фактически не понесли какую-то затратную часть. Мы лишь только сделали косметический ремонт своими усилиями. Здесь же мы поставили 4 компьютера, которые освободились после реорганизации других структурных подразделений. Для начисления безналичных жилищных субсидий сегодня есть два принципа – выявительный и заявительный. Первый касается в основном неработающих пенсионеров и одиноко проживающих инвалидов. Когда соответствующая программа заработает в полном объеме, нуждающихся из этой категории выявит компьютер. Пока же основные посетители службы субсидий – многодетные и малообеспеченные семьи. Пока смотрим вручную это все, пока еще не автоматизировано. То есть нужно беседовать с человеком предварительно. Или же он собирает пакет документов, и тогда уже как-то более так как бы не приблизительно, а точно. Основная проблема значительной части обратившихся в службу безналичных субсидий – незнание законов. Субсидии действительно положены, если оплата за коммунальные услуги превышает 20% дохода. Но речь идет о нормативных оплатах. Человек может израсходовать за сутки тонну воды. Однако существует четкий норматив – 140 литров. Его и зачтут при начислении субсидий. Оплата сверх этого предела – личное дело самого человека. К тому же такие услуги, как оплата за те же телефон или домофон, в данном случае вообще не учитываются. Кстати, пока максимальная сумма начислений субсидий в советском районе Гомеля составила 48 рублей 44 копейки на полугодие. Минимальная – 28 рублей 51 копейка на тот же период. Обратилась к нам многодетная мать. У них доход совокупный в семье 3,5 миллиона. Это только детское пособие у нее. И обратился человек в фонд занятости. У него доход порядка 350 тысяч в месяц. Конечно, вот этим людям субсидия безналичная положена. Вы смотрите «Диалог». Гость нашей студии – генеральный директор государственного объединения «Жилищно-коммунальное хозяйство Гомельской области» Дмитрий Сгурский. Дмитрий Алексеевич, много ли работы у сотрудников центра? Сколько обращений к ним поступает? Ну, на сегодняшний день, как и сюжет говорит, что люди обращаются пока за консультацией, за разъяснением. Хотя мы, в принципе, принимаем определенные меры для того, чтобы проинформировать граждан, но все равно, понятно, дело новое и возникают вопросы. И в части информирования очень много людей обращается. Мы их информируем, когда положено, какой пакет документов, ну и другие вопросы им разъясняем. В части, если уже говорить, в части реально претендующих на начисление безналичных жилищных или предоставление безналичных жилищных субсидий, то этих людей сегодня не очень много. И сказать, сколько их будет, ну, это надо, чтобы прошло время, все граждане обратились, возможно, узнали об этом. И тогда будет какая-то видна статистика в этом вопросе. Как вы думаете, какой временной период для этого нужен? Ну, я думаю, что минимум, наверное, месяца 2-3, как минимум, я думаю, должно пройти для того, чтобы мы, ну, реально понимали, сколько на сегодняшний день людей может претендовать. И ситуация каждый месяц, в общем-то, будет меняться, возможно, меняться, потому что будут меняться какие-то условия, в том числе, как и потребление имущественное и так далее, и тому подобное, могут меняться. И, соответственно, безналичные жилищные субсидии, в том числе, предусматривают, по выявительному принципу, их начисление производят на 3 месяца, и после 3 месяцев автоматически будет, соответственно, пересматриваться и приниматься какое-то решение, вот, либо продлят, в том числе, могут и пересчитать безналичную жилищную субсидию, она как может уменьшиться, так и увеличится, в случае изменения каких-то обстоятельств. По заявительному принципу, безналичная жилищная субсидия предоставляется на 46 месяцев. И после 6 месяцев необходимо, опять-таки, предоставлять справки, тот пакет документов, который предусмотрен, для того, чтобы опять произвести соответствующие расчеты и либо начислить, либо отказать заявителю начисление безналичной жилищной субсидии. То есть, по сути, та же процедура будет повторена? Конечно. Опять будет идти проверка всех данных? То есть, это постоянно будет происходить, ввиду того, что, в том числе, могут меняться и тарифы, так скажем, на услуги, и с учетом возможного, может быть, роста этих тарифов, соответственно, как количество нуждающихся может увеличиться, так и объем предоставляемых безналичных субсидий тоже может измениться. Спасибо, Дмитрий Алексеевич. У нас есть телефонный звонок на линии. Здравствуйте. Пожалуйста, ваш вопрос. Алло, мы вас слушаем. Пожалуйста, представьтесь и задавайте ваш вопрос. Вы уже в эфире. Добрый вечер. Добрый вечер. Еще хотела вам задать вопрос по субсидии. Пожалуйста, задавайте, не прерывайтесь. Понятен вопрос. Понятен вопрос, и объясню, таких ситуаций как раз-таки очень много. Я уже говорил, что за субсидии может обратиться собственник, зарегистрированный в данном жилом помещении. Исходя из вашей ситуации, с учетом, что собственник отец проживает и зарегистрирован в другом населенном пункте, соответственно, обратиться за субсидии вы не сможете. И получить ее, соответственно, не сможете, даже с учетом ваших доходов, если бы вы были собственниками, вам бы, ну, она бы была положена, так скажем. Ситуация, наверное, достаточно распространенная. Да, очень часто у нас как раз так и происходит, что люди, проживая в том либо ином помещении, собственники являются в совсем другом месте, зарегистрированы в совсем другом месте, и, соответственно, за субсидии они, соответственно, не могут обратиться. Вот, если особенно вот то, о чем мы с вами говорили ранее, если у них имеется и там собственность, и там, то изначально они будут исключены из начисления безналичных жилищных субсидий, так как имеют, соответственно, несколько в собственности жилых помещений. Дмитрий Алексеевич, какие документы должен заявитель предоставить сам для оформления субсидий, а какие служба сама готовит? Ну, в частности, гражданин должен предоставить заявление, должен предоставить справки о доходах всех членов семьи, должен предоставить свидетельство о браке, соответственно, свидетельство о рождении, если дети не достигли совершеннолетия. Все остальные документы, это как получение сведений о содержащемся имуществе у гражданина, как справки о составе семьи, запросит соответствующая служба субсидирования. Единственное, что надо понимать, что за справки, которые будет запрашивать служба субсидирования, в частности, о нахождении имущества в собственности гражданина, за эти справки заявитель должен будет оплатить. Где, как можно узнать, о размере начисленной субсидии? Размер, согласно законодательству, после обращения гражданина с заявлением о предоставлении безналичной жилищной субсидии, это заявление должно быть рассмотрено в пределах 20 дней, и после этого местный исполнительный орган должен вынести соответствующее решение о предоставлении безналичной жилищной субсидии, ее размере, либо об отказе предоставлению безналичной жилищной субсидии. Соответственно, гражданин после этого уведомляется соответствующим извещением о начислении ему безналичной жилищной субсидии и размере ее начислено. В том числе гражданин после уже этой процедуры увидит у себя и в платежке. Когда? Это произойдет месяцем позже, после принятия решения местным исполнительным органам об начислении. То есть первые в декабре? Соответственно первые, да, извещение, ну извещение направляется после принятия решения, а в платежке он увидит первое начисление, то есть это декабрские начисления, которые будут соответственно произведены. Скажите пожалуйста, сколько на сегодняшний день уже подано заявлений о предоставлении субсидий или вот пока основная функция служб субсидирования это только разъяснять, информировать? Нет, уже 66 заявителей обратилось в службы субсидирования, наибольшее количество этого конечно в городе Гомеле, с учетом того, что здесь проживает большее количество населения и большое количество жилищно-коммунальных услуг оказывается в том числе, которые идут в расчет безналичной жилищной субсидии. Поэтому 66 уже заявителей обратилось, вот по половине из них уже в общем-то приняты определенные решения, либо начислены безналичные субсидии, либо отказаны, в том числе процент отказа очень большой. Спасибо, Дмитрий Алексеевич, у нас следующий вопрос прозвучит от нашего телезрителя, здравствуйте. Мы вас слушаем, пожалуйста, задавайте ваш вопрос. Добрый вечер. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Мы вас слушаем, пожалуйста, не прерывайтесь. У меня такой вопрос. Значит, семья из двух человек. Говорите, пожалуйста, без перерыва, мы вас слышим хорошо. Семья из двух человек, зарплата около трех миллионов. Так, можем ли мы рассчитывать на субсидию? Вы живете в городе? Да. Вы живете в городе. Сколько платите за коммунальные услуги? 300 с копейками. 300 тысяч? Да. Можете прикинуть. Хотелось бы уточнить просто, 3 миллиона это общий совокупный доход, либо это каждого? Это вот у меня 2 миллиона и у моей жены. Там миллион с копейками. Ну и вот чтобы всем было, наверное, я отвечу на этот вопрос, ну, немножко не сугубо в этом, а чтобы всем было понятно. То есть каждый собственник или наниматель должен для себя посчитать, каким образом. То есть он берет сумму своего дохода, семейного, общего, совокупного, берет сумму начисленных ему коммунальных платежей и смотрит. Если эта сумма начисления по коммунальным платежам превышает 20% в городе и 15% в сельской местности, то данный гражданин, собственник, имеет право претендовать на безналичную жилищную субсидию. Это очень, как бы, легко две цифры сверить, посчитать, какой процент. И сверх 20% либо 15% в сельской местности граждане могут претендовать на начисление в этом объеме на безналичные жилищные субсидии. Но только однозначно сказать, положено вам или не положено, невозможно. Потому что надо смотреть ваши имущественные, какие есть в собственности помещения, жилые, доли. В том числе надо смотреть, какое ваше потребление жилищно-коммунальных услуг. Потому что если даже будет на грани начисления и откинуть сверхнормативное потребление, может оказаться, что гражданину уже и не будет положено безналичная жилищная субсидия. То есть в каждом конкретном случае необходимо обратиться в службу субсидирования. Там вам дадут полное пояснение. При необходимости возьмут соответствующие с вас заявления и данные для обработки. И, соответственно, вас потом известят о предоставлении вам, либо об отказе. Ну, если 300 тысяч они платят, то вряд ли есть превышение. Наверное, экономят люди. Да, в любом случае в этой ситуации точно нету. Да, если вот, ну я почему говорил, что у кого-то может быть и на грани. Но если отбросить сверхнормативное, то сразу планочка понижается и уже человеку опять не положено. Ну, семья из двух человек, два пенсионера, невысокий доход. Вот, если в собственности одна квартира, да, или одно жилое помещение, имеет смысл в любом случае с заявлением прийти? Ну, по крайней мере, имеет смысл просто сначала сравнить свои доходы и посчитать, превышают ли они 20%. Если гражданину, ну, будет считать, что оно действительно превышает, то надо прийти с заявлением в службу субсидирования, и там дальше, соответственно, разберутся уже в деталях и нюансах. Дмитрий Алексеевич, есть ли еще какие-то нюансы расчета жилищных субсидий, на которые вы бы хотели обратить внимание наших телезрителей? Вот вы сказали, что достаточно большой процент отказов. А с чем он связан? Ну, как раз таки и связан с тем, что граждане не до конца понимали, что только в пределах норм потребления предоставляется жилищная субсидия, и как раз таки людям отказывают. В том числе люди не понимали, что суда идет в учет собственность, наличие собственности дополнительной, да? В том числе в эту категорию не подпадают те собственники, которые сдают по договорам найма свои жилищные, ну, жилые помещения. В том числе, если в жилых помещениях организованное юридическое лицо, либо, ну, индивидуальный предприниматель производит какую-то деятельность, тоже не подпадает, соответственно. В том числе, что за безналичные жилищные субсидии может обратиться только собственник. Вот как у нас был первый звонок, а не члены семьи, соответственно. Ну, основные, в основном, вот эти вот моменты, при которых гражданам, соответственно, отказывают в начислении безналичных жилищных субсидий. Спасибо. Я предлагаю сейчас немножко к другой теме перейти. Наши корреспонденты задали вопрос гомельчанам, нужно ли привлекать к обслуживанию жилищного фонда частной организацией. Сейчас предлагаю выслушать ответы. Я думаю, достаточно ЖКХ организации самой, не привлекая. Почему? Почему? Ну, как бы все удовлетворяют. Я думаю, хватит ЖКХ, ну, чтобы это было прозрачно, все. И услуги, чтобы были более качественные. Например, у нас год не моется подъезд. Обязательно. Выбор всегда должен быть у человека, где лучше, и перейти, если ему не нравится. Обязательно. Частник много затребует за свою работу. Это раз. Качественно, не качественно, это же еще не говорит об этом. Частник так будет хорошо делать. В частной больше злоупотреблений будет, мне так кажется. Потому что там есть никаких ограничений. Я так считаю. Я думаю, нет. Иногда смотришь телевидение российское, и там, когда частные обслуживают эти, ну, конторы, ничего хорошего нет. Поэтому я считаю, что вот такая система, как сейчас у нас, она более приемлема. Я лично считаю, что обслуживание должно быть обоюдным. Все вместе должны следить за порядком. Ну, в принципе, все это платное. И так, и так. У меня все равно, кому деньги платить. Частники у нас неотделимы от государства в настоящее время. Так что совместно должны и те, и другие. И государственная организация, все-таки работают специалисты. И мне кажется, что все-таки государственная организация более компетентна и более выполняет качественно эту работу. Мы продолжаем диалог в прямом эфире. И как раз во время опроса поступил звонок, человек не смог ждать. Вопрос был следующий. Можно ли получить сумму начисленной жилищной субсидии на руки деньгами? Дмитрий Алексеевич, можно ли? Наверное, совершенно правильный вопрос. Мы его как раз таки не осветили в своей беседе. Но чтобы люди понимали, безналичную жилищную субсидию получить на руки невозможно. Безналичная жилищная субсидия начисляется, производится ее расчет. И эта сумма автоматически отправляется исполнителям услуг. То есть получателям данной денежной суммы, с учетом того, что у нас имеются и субсидируемые тарифы, то соответствующую безналичную жилищную субсидию, которую граждане не будут доплачивать в части за услуги, она будет поступать на счета соответствующих организаций, оказывающих жилищно-коммунальные услуги в той пропорции, которая оказывается данному потребителю. Ну так потому она и безналичная. Да, что не предполагает наличные денежные средства. Автоматически погашается какая-то часть суммы, начисленной потребителю, или не происходит начисление? Нет, система, соответственно, вы правильно сказали, что автоматически, если так говорить, погашается определенная часть суммы оплаты за коммунальные услуги. То есть, все равно гражданин будет обязан оплачивать определенную сумму, которая будет указана в соответствующей платежке, и там, соответственно, будет написано, в каком объеме предоставлена безналичная жилищная субсидия. Как еще раз, наверное, повторюсь, это как раз-таки предполагает помощь человеку, либо на долгий период, оказавшись в какой-то ситуации, когда его доходы не позволяют ему обеспечивать полную оплату, на сегодняшний день установленную, соответственно, в нашей стране, либо на какой-то короткий промежуток времени, пока человек находится в каком-то затруднительном положении, ситуации, вдруг, ну, допустим, работа на сегодняшний день, вот как был звонок, что на бирже состоит человек, то есть, пока не нашел работу, пока нет определенных доходов, государство, соответственно, предоставит помощь в виде безналичной жилищной субсидии. Дмитрий Алексеевич, у нас дожидается наш телезритель. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Пожалуйста, задавайте ваш вопрос. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, я многодетная мама, живу в деревне, имели я право на жилищную субсидию? Расскажите, пожалуйста, немножко о себе. Ваш доход и сколько вы платите за коммунальные услуги? Я в декретном отпуске, у меня трое деток, получаю я 3 600. Так, а сколько платите? А чисто коммунальных услуг где-то выходит у меня миллион 100, миллион 200, вот так. Ну, это явно превышение. Да, в вашем случае, ну, так вот, если поверхностно из этих ваших данных, то, соответственно, вы подпадаете под ту категорию, которая, возможно, будет начислена безналичная жилищная субсидия. Я говорю, возможно, потому что в конечном итоге, ну, при подаче соответствующего пакета документов и получение всех необходимых подтверждений из других органов будет конкретно установлено, имеете ли вы или нет. Вот только проверьте, пожалуйста, укладываетесь ли вы в нормативы, вот в частности по воде, потому что если детишек в семье много, значит много стирки. Возможно, и потребление электроэнергии, соответственно, свыше норматива утвержденного. Поэтому проверьте, пожалуйста, постарайтесь уложиться, и тогда совершенно... У вас же третья часть, фактически, вашего дохода – это оплата услуг. Ну, в любом случае, у гражданина, даже если он и не посмотрит, он имеет право обратиться, и уже специалисты субсидирования конкретно разберутся и скажут свой окончательный вердикт. Спасибо, Дмитрий Алексеевич. Я хотела бы услышать ваше мнение. Мы посмотрели опрос о том, есть ли место сегодня частной инициативе в системе жилищно-коммунального хозяйства. Люди говорят совершенно по-разному. Кто-то не доверяет, кто-то боится, что... А не упадет ли качество работ, не повысится ли стоимость? Поэтому я хотела бы знать ваше мнение. Мне, с одной стороны, было приятно, что все-таки большинство достаточно благоприятно оценивает работу жилищно-коммунальных служб. Но единственное, что хотелось бы сказать, что на сегодняшний день вся та нормативная база, которая формируется, она без резких каких-то скачков, без резких каких-то телодвижений предусматривает возможность создания на определенных жилищно-коммунальных услугах конкурентной среды. Никто не говорит, что завтра прямо уже кто-то придет, будет обслуживать. Мы осторожно, и в стране, соответственно, к этому так относятся, осторожно, планомерно подступают к этому вопросу для того, чтобы все-таки создавать возможность самой конкурентной среды, надеясь, конечно, и вкладывая в это понятие, в первую очередь как раз-таки улучшение качества обслуживания потребителей. И вторая немаловажная задача – это как раз-таки снижение затрат на оказание этих услуг, что в конечном итоге позволит в том числе снизить и нагрузку государства на возмещение данных услуг, с учетом того, что все в основном тарифы у нас сегодня субсидируемые. И в том числе обеспечить, повысить уровень возмещения населением оплату за жилищно-коммунальные услуги. На Ваш взгляд, насколько близкого времени эта перспектива? Ну, она недалека, как я уже сказал, что нормативными актами уже предусмотрено ее создание. И в некоторых городах, в частности в Минске, активно в 2016 году первые шаги в части создания конкурентных среды уже производились. Постепенно это будет по мере и становления организации, либо каких-то юридических лиц, либо индивидуальных предпринимателей, оказывать определенные услуги. То ли это уборка подъезда, то ли это уборка придомовой территории, либо какие-то работы по техническому обслуживанию. Все будет происходить постепенно, и уже можно сказать, что эта система внедряется, и я думаю, что в некоторых услугах довольно быстро это произойдет. Ну что ж, увидим и, конечно же, обсудим. Зима в этом году, холода и снега так пришла. Неожиданно оказалась ли подготовленным система ЖКХ? Ну, у нас и нет другого. Зима не должна как раз-таки быть неожиданной для нас. Мы изначально запланировали весь комплекс мероприятий для того, чтобы... Даже в октябре вы были готовы? Да, мы были уже, соответственно, готовы, выполнив весь комплекс мероприятий по подготовке как жилищного комплекса, так и систем теплоснабжения в первую очередь. Ну, а также это коснулось и систем водоснабжения. То есть всего набора мероприятий он охватывает более там 40 с лишним направлений для того, чтобы зимний период прошел без эксцессов, каких-то чрезвычайных ситуаций, вот, несмотря на те возможные капризы погоды, которые она проявит к нам. Ну, вот мы все обычные граждане утром проснулись и немножко удивились. Вы удивились или вы были готовы к тому, что вот снег точно будет, техника должна быть наготове? Мы в любом случае, предварительно мы всегда имеем взаимосвязь со службами гидромедцентра. Мы отслеживаем эту ситуацию, получаем определенные предупреждения, в частности, и, соответственно, организуем графики соответствующих служб для того, чтобы быть готовым к таким. Вот. Иногда, конечно, возникают, так скажем, непредвиденные капризы погоды, но в этих случаях, соответственно, всегда организовано соответствующее дежурство для того, чтобы, независимо от того, как погода себя проявила, вышли соответствующие подразделения и выполнили тот объем работы, который необходим для того, чтобы обеспечить нормальное функционирование жизнездельности городов, поселков и населенных пунктов. И на этом, к сожалению, мы вынуждены нашу беседу завершить. Дмитрий Алексеевич, спасибо. Спасибо. Генеральный директор Государственного объединения «Жилищно-коммунальное хозяйство» Гомельской области Дмитрий Сгурский сегодня был у нас в гостях. Спасибо вам за внимание и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова